Послание Отца Абсолюта 27 сентября 2021 года Разговор с телом Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о сонастройке сознания человека с его физическим телом. Но на этот раз мне хочется акцентировать ваше внимание на том, что ваше физическое тело обладает своим собственным сознанием, проявление которого вы можете почувствовать во время медитации и практики по работе с ним. Многие из вас уже заметили, как чутко откликается ваше тело и даже отдельные его органы на посылаемые им энергии. К сожалению, большинство людей не отдают себе в этом отчета и порой не только не помогают своему телу, но и наоборот колечат его своими мыслями и эмоциями. Например, когда человеку не нравится что-то в себе, и он ругает свой некрасивый нос, руки, ноги, уши, глаза, словом, любую часть тела, которая кажется ему недостаточно совершенной, они очень страдают, поскольку каждая клеточка вашего физического тела, все его части и органы обладают своим сознанием и считывают любую информацию в свой адрес. Когда же человек хвалит свое тело, восхищается им, оно расцветает от удовольствия. Конечно, все это происходит на энергетическом уровне. Чем ниже вибрация мыслей и эмоций, направленных на ваше физическое тело, тем становится ниже его собственная вибрация. И наоборот, эмоции любви и благодарности значительно повышают вибрации вашего тела. Так осуществляется энергетическое взаимодействие сознания и физического тела человека. И, как правило, это происходит бессознательно с вашей стороны. Но теперь пришло время подойти к этому процессу осознанно, и вот что я вам предлагаю. Поговорите со своим телом. Установите с ним энергетический и словесный контакт, чтобы почувствовать его и подружиться с ним. Но разговор этот должен быть очень продуманным и высоковибрационным. Главным посылом вашему телу должны стать энергии и слова любви и благодарности, которые помогут вам максимально раскрыть его потенциал, энергетический и физический. Конечно, легче это будет сделать тому, кто обладает красивым и здоровым телом. А что делает тому человеку, кто болен, или тому, чья внешность его не устраивает? В этом случае вам следует проявить особую мудрость и глубокое понимание кармических задач, с которыми в этот мир приходит каждый человек. Вы даже можете провести медитацию на выявлении причин тех или иных своих несовершенств, чтобы увидеть причинно-следственную цепочку ваших воплощений. Но в любом случае вам нужно осознать, что ничто не бывает случайным. И если в этой жизни вам не суждено было родиться красавцем либо красавицей, значит на это были весьма веские причины, и вам нужно было пройти опыт проживания именно в таком теле, ни больше и ни меньше. То же самое касается и вашего здоровья. Вы ведь уже прекрасно знаете, что любая болезнь является следствием негармоничных мыслей и эмоций человека, то есть в ее основе лежат психосоматические причины. Поэтому вместо того, чтобы жаловаться на судьбу и ругать свое тело, вам следует попросить у него прощения за то, что вы невольно причинили ему страдания, и пообещать, что сделаете все возможное, чтобы исправить свои ошибки, изменив ход своих мыслей и поработав над своими эмоциями. Словом, родные мои, постарайтесь установить тесный контакт со своим телом, соединив таким образом свое сознание с сознанием своего физического носителя. Почувствуйте его реакцию на ваши слова, который вполне может проявиться самым неожиданным для вас образом. Кто-то сможет увидеть изменения в своей внешности, а кто-то почувствовать улучшение самочувствия. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Продолжение следует. Продолжение следует...